всем зож вы на канале фит гайд и с вами я оксана познякова и сергей драган у нас в кадре сладости и тема нашего сегодняшнего выпуска это отказ от сладкого сегодня вы узнаете как сладкое влияет на ваш организм и всегда ли это влияние негативное а также вы поделитесь собственным опытом как снять сахарной зависимости интересно будет ну видел сами насыпали сладкого теперь говорят отказ от сладкого откажись садистой сладкая жизнь имеет горькие последствия если вы кушаете 25-30 грамм сахара в день то они обязательно будут да я тебя поддерживаю и самое главное это ожирение это наличие избыточного жира в организме при постоянном употреблении сладкого вам лишний вес гарантирован выпуске о прессе мы уже говорили о важности питания советую вам посмотреть по ссылке ниже с каждой ложкой сахара идут дополнительные 20-30 калорий что и обязательно отложится в лишний вес конечно же ухудшится ваше самочувствие появится тяжесть и о рельефном прессе можно даже не мечтать на фоне ожирения обязательно вас будет развиваться сахарный диабет еще не миф сладкое очень портит зубную эмаль при попадании сладостей в желудок желудок начинает испытывать повышенную нагрузку что само собой провоцирует проблемы с пищеварительной системой также с эндокринной из выделительной системы и это еще не полный перечень что может сделать с вами сладкое но мы так демонизировали сахар неужели в нем нет ничего полезного все верно но повреден только переизбыток сахара нельзя его полностью убирать из рациона а зачем же сахар нужен сахар это во-первых очередь глюкоза который питает наш мозг а если не будет у нас глюкозы то мы всегда начинаем чуть-чуть подтормаживать не можем сконцентрировать свои мысли и слова предлагаю подъесть это уже будет явный переизбыток я тоже думаю это будет ожирение прямое да кроме того сереж если не весь недостаток сахара в организме ты становишься сразу же агрессивным раздражительный у тебя ухудшается настроение ну для настроения я пью триптофан но это супер но не у всех он есть он это марки получается что сладкое не всегда вредно его можно употреблять в умеренных количествах то есть просто надо взять под контроль сахарную зависимость поначалу просто перестаньте чистый сахар добавлять в чай в кофе вы почувствуете даже собственный вкус и аромат продуктов я кстати не добавляю сахар не в кофе не в чай просто бывает ем его в стиках на самом деле между тренировками когда у меня пять минут получается перерыва между тренировками мне хочется поднять сахар потому что реально я не могу двигаться уже и я тогда в стике насыпала на язычок запила водичкой и побежала все вот тебе глюкоза после того как мы исключили сахар чистом виде мы начинаем исключать конфеты шоколад естественно тортики всевозможные сахаросодержащие продукты но где нам брать сахар где брать глюкозу чистом виде можно использовать фрукты это не только глюкоза но и порядок витаминов которые они содержат но опять же это не лучшая идея потому что много фруктов много сахара все равно получится ну там и глюкоза и фруктоза практически одинаковые по колорожу получается да то есть тоже фрукты должны быть в умеренном количестве хотя это лучше чем сахар сереж вот и очень часто участвует в соревнованиях и для того для хорошей сепарации по их мышц ты отказываешься от сладкого естественно у тебя ухудшается настроение как ты с этим борешься вообще что ты употребляешь вместо сладкого ну для настроения как бы уже говорил что я использую триптофан а для замены скажем сахара я очень люблю протеин это как бы один из главных наверное компонентов спортивного питания который у меня присутствует постоянно еще спасают действительно аминокислоты бца они тоже как бы имеют чуть-чуть такой сладковатый вкус я делаю с них желешки и вот этим я спасаюсь и стараюсь домой вообще ничего сладкого не покупать потому что это действительно такой соблазн попадает в рот и вот не закрывается понятно сладкоежки берите на заметку не покупайте сладкое используйте протеин на этом все если вам наш выпуск понравился ставьте лайки если нет то пишите в комментариях как мы можем его улучшить кушайте сладкого в меру ведь помните здоровым быть здорово вообще эти конфеты я вам честно скажу они прилипают зубами зубная эмаль вообще останется просто на конфетах лучше черные конфетки шихалат ромашка